Всем здравствуйте! Ну что мои золотые, постирала я вам лежанку? Постирала, все чистенькое. Можете опять дальше пачкать. У них тут много вообще лежанок. Вот эту Донечка больше всех любит. Но Донечка спит, а этим всем нужно замоститься, да? Всем нужно примоститься. Донечка пришла, говорит, это моя лежанка вообще-то. Вы что к ней пристали? Я ее себе забила. Да, Донечка, да сейчас они поозаруют и тебе освободят твою лежаночку. Освободят, освободят. Все вперлися, да? Скажи, лежанка большая. Скажи, мы все тут поместимся. Всем нужно все проверить. А, еще и покопать. Нору себе выкопать нужно. Ну как без этого-то? Без этого никуда. А ты, мой золотой, скажи, я попробовала что-то на этой лежанке мягенькие лучше, да? Конечно, мягенькие лучше. Но этим же нужно все исследовать, все обследовать. А фейка так вообще готова все себе забрать. Жадинка такая маленькая. Маленькая жадинка. Пошла, пошла по делам. А этот копает себе, место удобное создает. Ай, вот меня тут кусики делают. Вот этот маленький кусик так зубками меня тюк прикусил. Маленько, да? Ты игривый зверь такой, игривый, игрун, а? Маленький игрон, босик. Ты единственный, кто не покушается на эту лежанку. Да. А это там порядки наводит. Что-то ей не понравилось это покрывало. Говорит, что-то не то. Надо убрать его. Надо убрать. Надо переостановку сделать, да? Чтобы мать перестелила. Ой, маленькие артисты. Зато с ними весело. Зато с ними очень весело. Каждый день чем-нибудь да удивляют. Вот эти малыши-карандаши. Шлепушки и попушки. Ну, с двух сторон подкопы начали делать. Ну, а как же без этого? А этот посмотрел на других. И ему, конечно, тоже нужен. Ну, а как? Коллективный разум у них. Так что вот такие у нас происшествия. Потихонечку живем, растем, пачкаем, а мама моет. Для этого мать и нужна, да? Всем хорошего денечка и замечательного настроения. Продолжение следует...